У нас пасмурно, ожидается дождь опять, небо серое, ветерок прохладный, солнышка нет. Но тем не менее я решила все-таки сегодня высадить рассаду. Саду высадила все под банки. С пленкой неохота возиться, банок у нас очень много, так как с водой у нас проблемы и воду мы покупаем. Высадила капусту брокколи рассадой, цветную капусту, вот все они у меня под баночками сидят. Рассада у меня очень маленькая, потому что, не знаю, видно нет, вот такая вот, такого размера вся, потому что я ее сеяла, когда мы приехали сюда. В рассаде где-то недели, ну, месяц, в рассаде месяц. У меня и помидоры такая же маленькая рассада. И капуста, все тут, тыквы тоже посадила. Посадила шпинат еще сюда. И вот там вот рядочек у меня базилик. Базилик высадила с разными ароматами, много. Хочу есть попробовать. Так, здесь у меня посажена фасоль, постовая семенами. Не стала под банки прятать. Посередине лучок, сивок. Ну и здесь, под баночками, цветная капуста. Разных видов она вся. Какая-то пурпурная, беловый шар, дачница. Альфа 4 сезона. И сюда еще высадила посоль вьющуюся. Здесь у меня вот оставила место, здесь будут сидеть огурцы. Под шпалерой. И здесь вот 8 кустиков фасоли. Здесь еще местечко осталось, попозже что-нибудь посажу. Здесь докосить я вчера не успела. Закончила. Вот там немножко не хватило у меня. Опять коса заглохла. Сегодня попытаюсь докосить бочку эту, уберу. Поэтому я тут сделала место. Она ужасно тяжелая. Металл толстый. Надо ее как-то будет перекантовать. Вот туда, наверное, к вам не поставлю. Отсюда все уберу. Так как бочка теперь там, здесь нужен проход. Все уберется отсюда. Все эти ведра, корыто, бочка. И здесь будет свободно ходить. Так, здесь у меня под баночками с краю. Здесь у нас проходит труба. Вот она. Поэтому корнеплоды я садить отсюда над трубой не стала. А посадила. У меня тут тоже рассада была бархатца. Ванильный фейерверк. Вот она. Посмотрим, что вырастет. Посадила золотую китайку. Вот этот росточек корнесобственный. С нашего старого дерева. Длинная ветка опустилась к земле. И я ее прикопала. Вот она у меня прикопанная. Сидела пару лет. Я, правда, даже не посмотрела, дала она корни или нет. Но, тем не менее, веточку обрубила в этом году. И посадила. Посмотрим, если приживется, будет очень хорошо. Так, а вот с этой яблоней у нас какая-то беда. Вот вроде бы почки есть. И, главное, вот листочки были весной до морозов. Но не могла же она замерзнуть при ночных заморозках. Ноль. Колоновидная яблоня. Вот сидит, вы представляете, вот такая вот лысая. И вот того же года посадка тоже колоновидная. Смотрите, вся в листьях, вся в цветах. Ух ты, тут-то у меня все упало. Надо поправить. Хорошо, что зашла, заметила. А вот такая беда у соседки. Груша семилетняя стоит лысая. Снизу только две ветки живые. Она, главное, не засохла. Веточки мягкие, а листьев не дает. И, по-моему, абрикос у нее тоже сидит такой же. Не знаю, что такое в этом году. Может быть, сентябрьское обледенение сказалось. Когда осенью тут ледяной дождь был. И очень много деревьев пострадало. Не знаю, может быть, болеют. Непонятно, в чем причина. Будем надеяться, что почки вот эти вот все-таки оживут. Сейчас поправлю грушу. Старый столбик весь сгнил, поэтому он сломался. Воткнула железную трубу. Привязала. Не знаю, как формировать эту грушу. У нее, получается, два ствола. Я сперва перепутала. И центральный, думала, вот этот ствол. И привязала за него. А оказалось, что центральный ствол другой. И теперь она у меня с двумя стволами прямыми. Еще тут какая-то третья ветка. В общем, очень странная груша. Не знаю, как ее правильно обрезать. Если эту витку отклонить. Ничего хорошего не будет. Не знаю, Руслан приедет вместе, потом мы что с ней делаем. У нас портится погода сегодня. Будет небольшой дождик. Солнышко спряталось. Поэтому я сейчас уберу сетку котята. Барсик. Давай-ка окошко закроем. Тут у нас на гвоздике фиксируется. Вот так, чтобы они не выскочили. Баси, ну-ка, Брысь. Ходи. Чуть. Ходи. Нельзя. Баси у нас теперь любит гулять. Иди, иди домой. И окошко закрываем. Сетку уберу и на крючок закрой раму. Бася чуть не убрал. У меня с утра сегодня ПХД-стирка. Перестирала все. Намыла бочки. Вот. Набрала водой. Вот эту красную бочку я унесу. Сюда поставлю синюю. Ну, чтобы все было красиво. Так, и другие бочки. Сейчас покажу, куда поставила. Так, вот эта последняя бочка у меня сохнет. Вот она пойдет как раз к дому. А красная бочка отправится вот сюда. Здесь за туалетом они в глаза не бросаются. Дверь я уже поставила, пакеты сунула. Вот водичка набирается. Все замечательно. Ну, третья встанет сюда. И, возможно, перенесу вот ту бочку. Тоже вот сюда на поддон поставлю. Ну, и ведра уберу с прохода, потому что там пользоваться, конечно, удобно. Все рядом с грядками. Но они мешают. Неудобно ходить. Неудобно шланг тянуть сюда далеко. В общем, решила убрать. Ведра, может быть, поставлю вот туда, к ванне. Ну, а бочку, бочку вот сюда. Тем более, Руслан обещал сделать, соединить каким-то образом все три бочки и шланг подключить, чтобы поливалось. Ну, как бы, из трех бочек будет одна большая емкость. Подключу шланг и буду поливать из шланга. Они из лейки, как сейчас. Лето обещает очень жаркое в этом году. Чуть ли не плюс 40, все три месяца. Вот, поэтому водой надо запасаться. С водой у нас проблемы, как вы знаете. Ну, вот, мы готовимся. Вон, какие тучи у нас. Дождик явно будет. Небо все серое, тяжелое. Сейчас наберу воду и пойду в дом. В доме сегодня приберу. Белье надо еще снять. Досыхает. Дождя успела бы. Хорошо. Ну, всем хорошего дня. А вот и обещанный дождик. Еле успела заскочить в дом, прихватив с собой белье с веревки. Дождик небольшой, но лучше переждать его все-таки в доме. Это тоже неплохо. Есть время прибраться. Модель. Дождик. Дождик. Субтитры подогнал «Симон» А я второй день занимаюсь пересадкой хвойников. Решила все-таки облагородить немножко эту зону и рассадить хвойники, потому что им там уже тесно в полисаднике. Значит, сейчас расскажу. У забора посадила две стрикты. Вот здесь у меня можжевельник, по-моему, называется «Блю Альпс». Здесь гортензия «Даймон Рушь» будет свести красными метелками. Слива останется в углу. Руслан ни в какую не хочет ее отсюда убирать. Но вот там вот за забором поросли есть небольшая, мы ее рассадим. Когда приживется, может быть, уберем. И в извилистую отсюда тоже уберу. Так, вот посадила сюда дерен. Тую, маленькую шарику в Golden Globe. Здесь у меня «Барбарис» розовый аттракцион. Вот это, не знаю, что посмотрела в интернете. Вообще, я думала, что это цветы. Я же в прошлом году сеяла семена. И он так компактно растет. Вот, но посмотрела, по-моему, это какой-то козлятник. Сидират и агрессор. Не знаю, наверное, высажу его туда на картошку. Пусть он там у нас все сорняки убирает, вытесняет. Так, овсяники буду убирать. Что вот это? Это, по-моему, что-то культурное. На сорняк не похоже. Не знаю, что это. Потеряла все названия цветов, что высеивала. Не знаю. Куда-нибудь пересажу, выкидывать не буду. Ну и куда-то надо деть люпин. Люпин тоже разрастается хорошо. Место ему много надо. Так, и вот сюда посадила можжевельник казацкий. Вот тот можжевельник тоже буду убирать. Вот, по-моему, место достаточно оставила. На этот раз не стала тесто густо сажать очень растения. Все разрастется. Спрячет вот эти два колодца. И думаю, будет хорошо. Но это еще не все. Вот эту клумбу уберу и сюда еще что-нибудь посажу. Небольшое, маленькое. Так, у меня еще сидят три таза с наперстянкой. Вот еще один тазик. Но их я, наверное, буду сажать в палисадник. Там я хочу розы совместить с хвойниками. И вот, наверное, наперстянку посажу туда. Это потом вот гипсофила тут у меня маица выкопанная. Это все с розами будет сидеть. Так, и куда-то надо девать еще все с палисадника. Ну вот, от хвойничков осталось тут всего ничего. Но еще два у меня остались. Блю Альпс. Одна стрикта. Не знаю, куда я их дену. Но пока так. Вот эту большую тую. Тую Бравант. И вот эту тую Даника я оставлю с розами. Тую буду стричь. Она не будет у меня большая. Но это сама маленькая. Тут у меня вегал надо убирать. Кортензию. Спирею. Тут еще детский сад из всего. Сидит тоже куда-то надо деть. Флоксы, перисы, тюльпаны. В общем, много чего. Хочу показать вам результат проделанной работы за сегодня. Так, посадила можжевельник. Пересадила люпин. Непонятную вот эту штуку оставила. Не знаю, что это, потому что посидит. Так, что еще? Посадила туечку маленькую. Сюда высадила гладиолусы, луковицы. Ересы посадила. И гладиолусы посадила еще вот сюда. Посадила их прямо в ведре без дна, чтобы удобнее было доставать. Участок не выровняем. Ямы некоторые не закопаны, потому что сил уже нет. Намахалась сегодня лопатой до удыри. Хотела еще полить сегодня успеть. Опрыскать цирконом. Ну, не знаю, видно вам или нет. Пошел дождик. Пойду поужинаю. Посмотрю, насколько затянется дождь. И потом уже буду решать, надо поливать или нет. Ну вот, на сегодня все. Завтра буду доделывать. Надеюсь, завтра будет все готово. Гуси летят. Четвертый косяк уже. Еще один маленький. Ой, как красиво. Вон там еще следом. А вон еще сколько. Вот это да. Не знаю, видно вам или нет. Ужас, как много. Первый раз так много вижу. Косяков сразу. Какая прелесть. К нам полетели на север. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...